Ульяновские перевозчики по соглашению с администрацией обновляют парк автобусов. На ульяновских маршрутках появится дополнительный транспорт. Свой парк автобусов обновил коммерческий перевозчик, приобретя 30 автобусов. Газели на 19 и 22 посадочных места. Стоимость одного такого авто более полутора миллионов рублей. Эти автобусы в первую очередь побегут в Заволжский район. Впрочем, не только. 78-й, 82-й, 22-й, 67-й, 68-й. Планируем 5-й. Пассажиры тоже садятся. Две автоматы. Все устраивает как и более комфортно, чем в сравнении с другим домом, что были раньше. Эти газели оснащены комфортными сидениями для пассажиров выдвижной подножкой, а также обладают улучшенной задней подвеской, обеспечивающей плавность хода. Так городские власти реагируют на жалобы ульяновцев о некачественном обслуживании в общественном транспорте. Это нехватка машин, устаревшие автомобили и тому подобное. Глава города Сергей Панчин провел рабочий выезд на одном из автотранспортных предприятий, где ознакомился с ходом реализации соглашения городской администрации с перевозчиками по обновлению подвижного состава. Вот это вот количество автомобилей, оно должно снять напряженность именно в пассажирских перевозках, и мы именно вот эти вот автобусы по нашей просьбе перевозчик поставить на заводское направление, где самое большое количество сегодня обращений. Поэтому я уверен, что вот эти вот нововведения, наши договоренности по замене автомобилей, они скажутся положительно по пассажиропотоке на территории города Лаганск. Соглашение между перевозчиками и администрацией города подписано еще в 2016 году. И только данная транспортная компания с тех пор обновила свой автопарк за это время почти двумя сотнями новых автобусов. А эти газельки выйдут на маршруты уже в ближайшие дни. Затем городские власти планируют провести опрос пассажиров на предмет комфорта поездки.